Ирина Вобещевич, между прочим, специально к сегодняшнему празднику заглянула за кулисы театра Караганды. Ведь многим театральным зрителям, ну, очень интересно, как же создаются спектакли, и что делают театры и актеры, когда не показывают вечерние представления. Обо всем этом и многом другом в нашем следующем сюжете. Карагандинский академический театр музыкальной комедии – это поистине храм искусства, к тому же являющийся единственным в Казахстане театром музыкальной комедии. Основан он был в 1973 году в городе Тимиртау. Первый театральный сезон был открыт 16 ноября 1973 года перед Эдунаевского «Вольный ветер». В 1980 году театр переехал в Караганду в специально построенное здание, соединенное галереей с Дворцом культуры горняков. В 2000 году театр получил статус академического. С первых дней основания театра в труппе работали сложившиеся актеры, работавшие ранее в других городах страны. Нам довелось буквально поймать в гримерке и побеседовать с известным артистом Александром Бойко о его театральной жизни и о театре в целом в День театра и в год 50-летия Академического театра музыкальной комедии. У нас на День театра традиционно проходят капустники наши театральные. Ну а потом мы отмечаем немножечко День театра. Здесь в кулуарах отмечаете? Да, здесь в кулуарах. Накрываем столы, собираемся цехами и пьем чай. Александр не мыслит своей жизни без театра. В профессии он уже 21 год. Когда-то в Чемкенте закончил музыкальное училище, уехал в Алма-Ату. Поступил в Государственную консерваторию имени Курман-Газы. 9 лет жил в Южной столице. Потом его пригласили в Караганду на работу в театр музыкальной комедии. Сегодня Александр – любимец публики и один из самых работоспособных артистов. Некоторые зрители приходят специально посмотреть на его мастерство. Но сам артист достаточно скромен и предпочитает говорить о постановках и о театре в целом. В чем секрет вот этого искусства театрального? Ну, это, наверное, потому что действие на сцене происходит вживую. И каждый спектакль, естественно, привносит какие-то свои краски. Один спектакль не может пройти одинаково два раза. Это фильм проходит два-три, и все время, как его сняли, он идет без всяких изменений. Там ждешь, может, что-то появится, может, что-то изменится в фильме. А нет, все идет так, как и снято. А в театре оно, естественно, что каждый раз что-то новое привносится. Где-то, может быть, чувства нарабатываются и с другой спектакль уже играют еще большими чувствами. Одно время все, кому не лень, упорно утверждали, что театр скоро погибнет, так как его возможности просто жалки по сравнению с безграничными силами кино и бурно развивающегося телевидения. Но пока в наше время эти мрачные прогнозы не оправдались. И что самое удивительное, в этот древний храм, где те же подмостки, те же занавеса, те же пыльные кулисы, что и сотни лет назад, и не с сногсшибательной техники, зритель идет и идет. В последнее время я считаю, что зритель стал ходить в театр, потому что наблюдается тенденция к росту числа зрителей. И это с каждым спектаклем наблюдается. Если до пандемии как-то поменьше, может быть, ходили зрители, то после пандемии стали ходить чаще и больше. И это тоже прекрасно и хорошо. Театр отвечает зрителю взаимностью. Оттачивается мастерство, готовятся новые постановки, строятся планы, реализуются проекты. Контакт со зрителем – непременные условия существования театра. А зритель нуждается в контакте с театром. И покуда эти желания совпадают, театр будет жить. Приходите почаще к нам в театр на наши спектакли. Тем более в этом году 50 лет нашему театру. Поэтому мы вас с нетерпением ждем. Будем рады встрече.